Уже скоро стартуют главные события этого года, чемпионат мира по футболу. Чего ожидать от португальцев и испанцев? И на что способны сборные Марокко и Ирана? О командах группы Б узнаем у Владимира Стагниенко. Группа Б, в которой будут играть соседи, одни из фаворитов турнира испанцы и чемпионы Европы португальцы. Компанию им составят сборные Ирана и Марокко. Следите за марокканцами, у них прекрасная команда. После провалов на чемпионате мира 2014 и Евро 2016 сборная Испании готовится вернуться на пьедестал. Отлично укомплектованная команда, запросто прошедшая квалификацию на мировой чемпионат. Испанцев не смутило присутствие в отборочной группе итальянцев, обидчиков по чемпионату Европы. В итоге сборная Испании здесь, в России, а Скуадра Адзура впервые за много лет пропускает мировой чемпионат. Возможность надеть футболку сборной Испании на чемпионате мира – нечто особенное. Мы проделали большой путь, одолев немало сильных соперников. Я с нетерпением жду начала турнира. Надеюсь, мы сможем сделать счастливой всю нашу страну. Главный тренер Хулин Лапетеги со своей задачей справился отлично, хотя заменил он на посту наставника сборной такого мастодонта, как Дель Боске. Лапетеги в прошлом голкипер надежный с репутацией, но суперзвездой так и не ставший. Пробовавший свои силы и в Мадридском Реале, и в Барселоне, Вратаев сосредоточился на клубах поскромнее, а после завершения карьеры начал работать с испанской молодежью. Затем был короткий период в Порту, и вот Лапетеги – главный тренер сборной. Под его руководством испанцы провели 19 матчей и ни одного не проиграли. Некоторые из моих игроков – лучшие футболисты в испанской истории, выигравшие такие титулы, которых не смогли добиться до них. Футбол не останавливается, не живет прошлым. Мы очень гордимся прошлым, но смотрим в настоящее и будущее. Конечно, состав у Лапетеги прекрасный, в нем практически нет слабых мест, но все же Андрес Иньеста – особый человек. Капитан сборной завершает выступление за Барселону и перебирается в Японию. Четырехкратный победитель Лиги чемпионов, двукратный чемпион Европы и чемпион мира. Наконец, один из самых уважаемых футболистов на планете. Меня никогда не расстраивало то, что я так и не получил золотой мяч. Я думаю, что уважение намного важнее золотого мяча. Для меня главные успехи команды. Так было всегда. За сверкающим Криштиану Роналду иногда трудно рассмотреть остальных португальских футболистов, но сделать это нужно. В конце концов, финал чемпионата Европы они выиграли даже без травмированного капитана. Тем не менее, и после титула сборная Португалии неизбежно воспринимается как команда одного человека. Криштиану Роналду продолжают крушить рекорды и завоевывать трофеи. 26 мячей в чемпионате, еще 15 в Лиге чемпионов, еще 15 в отборочном турнире чемпионата мира, третий подряд титул победителей Лиги чемпионов. Суперзвезде 33 года, но Криштиану не сдает оборотов. Мы знаем, что не являемся фаворитами, нам нужно быть реалистами, но в футболе нет ничего невозможного. Первая игра, групповой этап будут очень сложными, но мы будем делать все то же, что и на Евро-2016. Биться до конца. Два года назад Бернарду Силва был юным талантом, а сегодня он лидер Манчестер-Сити. Важная деталь игрового механизма Пепе Гвардиолы. Силва по-прежнему самый молодой из полузащитников, в которых главный тренер Сантуш внес заявку на чемпионат мира. А самый опытный, 32-летний Мануэл Фернандеш, лидер локомотива, недавно выигравший золото чемпионат России. Полузащита и атака сильнейшей линии португальцев. Все-таки оборона уже возрастная, и в ней продолжают выступать такие супер-ветераны, как Пепе и Бруно Алдыш. В 80-е и 90-е годы марокканцы не раз появлялись на мировых чемпионатах и оказывались довольно крепкой уважаемой сборной. Затем наступило мрачное время. 20 лет сборная Марокко не могла пробиться на чемпионат мира. И вот, наконец, пришло время триумфа. В последнем матче отборочного турнира «Атласские львы» победили сильную сборную «Код Дюара» 2-0 и получили право сыграть на мировом первенстве 2018 года в России. Наиболее любопытная фигура в марокканской команде – главный тренер. Эрве Ренар давно уже работает с африканскими командами и добился значительных успехов. Ренар привел к победе в Кубке африканских наций сборную Замбии в 2012 году, а затем повторил этот же успех с ивуарийцами. В промежутках между работой со сборными Ренар пробовал свои силы в чемпионате Франции, но всякий раз неудачно и снова возвращался в Африку. Я уже не один год работаю с африканскими сборными и знаю, что многое в командах зависит от настроя. Если мои ребята находятся на подъеме, мы способны справиться с кем угодно. Я многого жду от чемпионата мира. В составе марокканцев выделяется Метхи Бенетия, ныне играющий в Ювентусе, а раньше выступавший за Рому и Баварию. Он капитан, он лидер, он надежда обороны команды. У нас достаточно опытная команда, даже для того, чтобы бороться с испанцами и португальцами. Да, будет непросто, но мы не сомневаемся, что можем справиться с любым соперником. Если внимательно посмотреть на состав марокканцев, то в нем можно обнаружить фамилии людей, которые нам знакомы по российскому чемпионату. Дакошта когда-то защищал цвета локомотива, правда недолго. За локомотив играл и Буссуфа, а еще раньше выходил на поле в форме Анджи. Кроме того, болельщики Анджи должны помнить и другого полузащитника Карселу Гонсалеса. Семь лет назад в Иране решили доверить управление национальной сборной португальцу Карлушу Кейрушу. Одна из сильнейших азиатских команд пытается решить главную задачу. Все-таки выйти в плей-офф чемпионата мира. Спустя все эти годы, несмотря на неудачу на прошлом бразильском мировом чемпионате и конфликты с федерацией, Кейруш продолжает оставаться на своем посту. Мало того, он уже установил два рекорда. Никто и никогда не управлял так долго иранской сборной. И никто и никогда не выводил сборную Ирана на два мировых чемпионата подряд. Впрочем, португалец опытный специалист. Он долго помогал Фергюсону в Манчестер Юнайтед. А кроме того, тренировал в Мадридский Реал сборную Португалии. Определяющей для нас будет игра против Марокко. Эта игра покажет, на что мы способны. Все футболисты сборной понимают степень ответственности и важности этой игры. О лишних слов об играх с Испанией и Португалией говорить не стоит. Конечно, в иранской команде нет звезд того же масштаба, что и Роналду. Но свои герои имеются. Некоторые из иранских миллеров поступают в Россию. Свердар Юн самый результативный игрок в днишнем составе сборной. Галамазмуна мы давно привыкли. Пусть он и провел последний сезон менее ярко, чем предыдущий в Ростове. Португалия и Испания встретятся друг с другом уже в первом туре. В случае победы испанцев португальцы оказываются в непростой ситуации. Им необходимо 20 июня будет в Лужниках побеждать марокканцев. Иначе в борьбе за вторую путевку в 1-8 финала оказаться фаворитом может африканская команда. Субтитры создавал DimaTorzok